Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо вам большое за образовательную работу. Мы вас слышим. Это событие регионального значения. Важность открытия движения по Афанасьевскому мосту подчеркнул и визит губернатора в округ. Андрей Юрьевич поблагодарил строителей и дал старт движению. Московская область развивается и благодаря президентским проектам так получается, что мы открываем достаточно много объектов. Но дорог много не бывает, мостов тоже. Поэтому я хочу прежде всего поблагодарить строителей. Эта компания нам известна и известна тем, что у них получается сдавать объекты раньше, чем это предусмотрено проектом. Спасибо большое, ребята, за то, что вы здесь работали. Я знаю, что многие буквально жили на этой площадке, несмотря на разные сложности, ковид и так далее. И хочу поблагодарить наших жителей и за терпение, и за ту инициативу, потому что вы не молчали, толкали, говорили о важности. Хотя это очевидно, но всегда вопрос в приоритетах. И благодаря вашей позиции сегодня мы можем смело открыть этот объект, следующий объект. У нас в череде событий также большие развязки, мосты, которые мы в этом году будем открывать. И в этой связи хочу сказать всем слова благодарности, кто нам помогает. Московская область имеет достаточно хороший потенциал экономический, но без поддержки президента, без правительственных решений мы бы не были столь успешны в реализации проектов. Нам помогают, и жители это чувствуют. Самая главная оценка – это, конечно, удобство для человека, безопасность движения. Мы этим стараемся очень заниматься. Я в этот чудесный летний день хочу всех поприветствовать, еще раз поблагодарить. Ну и открыть движение по этому мосту. Спасибо вам. Я присутствовал на встрече с вами и обратился к вам с просьбой от имени жителей нашего района о решении проблемы Афанасьевского моста. И вот прошло два года между разговорами и между решениями этой проблемы. Трудно оценить вообще значение этой сдачи сегодняшней. Большое вам спасибо от всех жителей нашего района. Ну и надеемся на дальнейшие инвестиции. Губернатор на легковом автомобиле возглавил колонну. Любители ретроавтомобилей не смогли остаться в стороне от события. Через мост проехали 10 машин советского автопрома. Клуб только сейчас набирает свою популярность. И это было первое публичное выступление его участников. Открытие движения по Афанасьевскому мосту разгрузит округ от транзитного потока, обеспечит выезд машин на А-108 и Новорязанское шоссе. Теперь более 40 тысяч жителей трех крупных микрорайонов города смогут доехать до центра за 20 минут, а до Новорязанского шоссе за 25. Рост региона постоянно требует скорости изменений, решений. Нужно опираться всегда на очень надежные компании, на профессионалов, тогда все получается. Поэтому, ребята, еще раз вам спасибо большое. Надеюсь, что это ваш не первый мост и не последний. Спасибо. Весь город ждет этот мост, потому что стоит в пробках, а этот мост он развязывает Воскресенск, делает движение и по городу, и в город, и из города комфортным. Жители все ждали, мы рапортовали каждый месяц о том, как движется строительство. Для нас зимой было событием, когда происходила надвижка моста, и мы это широко освещали в СМИ. Ну и, конечно, сегодняшнее торжественное открытие нашим губернаторам этого моста – это выдающееся событие в жизни Воскресенска, и не только Воскресенска, жителей соседних регионов нашего родного края. На открытии присутствовали почетные жители Воскресенска. Среди них Александр Иванович Родионов – почетный химик Российской Федерации «Коренной Воскресенец». Ну, конечно, это знаковое событие для города Воскресенска. Понятно, что две части соединены мостом, новым, с большой пропускной способностью. Правобережная часть Москва-реки хорошо развивается у нас на Влянске. Там сколько сейчас предприятий, да, на одной руке пальцев не хватит. Вот. И это часть города, которая имеет трудовые ресурсы. Значит, поэтому это очень знаковое событие. Автомобилисты, которые уже почувствовали на себе преимущество движения по новому мосту, поделились своими эмоциями по поводу открытия. Довольны, даже не ожидали, что так вот хорошо получится. Очень даже приятно, вот, ну, во всем отношении, можно сказать. Новый мост появился рядом со старым, который несколько лет назад признали аварийным. Теперь прежние конструкции демонтируют, а машины смогут ездить по современному и безопасному пути. Татьяна Колганова. Новости Искровект. Новости Искровщик. Продолжение следует...